Кстати, на днях руководитель одной из фармкомпаний в эфире Госканала заявил, что теперь люди перестанут умирать от коронавируса. Речь шла о нашумевших препаратах Ариплевир и Коронавир. Было заявлено, что это эффективное средство, и они, наконец, поступают в розничную продажу. Тут же некоторые россияне с медицинским образованием и не только начали высказывать свое недоверие этим лекарствам. А еще всех удивила цена – почти 12 тысяч рублей. Мой коллега Дмитрий Житарчук собрал мнение на этот счет. Дима, ну что, наконец появилось это лекарство, и мы, надеюсь, будем спасены? Надя, ну вот это все не очень точно. Мы можем только предполагать и озвучивать мнение, кто более-менее разбирается в этой теме, а у специалистов рецензии насчет новых препаратов противоречивые. А если еще почитать соцсети, а там, как ты знаешь, миллионы экспертов, так начнешь сомневаться в эффективности обычного активированного угля. Что известно сейчас о реплевире и коронавире? Пару дней назад было заявлено, что это эффективные лекарства от коронавируса, и купить их можно будет в любой аптеке. В московских также выстраивались очереди. Была информация, что и в регионы отправлены первые партии этих препаратов. Мы решили узнать, есть ли он в Кирове. Как еще раз? А реплевир? Ну, на данный момент пока нету. Пока неизвестно, но у наших поставщиков его пока нету в наличии. Реплевир? А реплевир. Нет, такого у нас нет. Я также сегодня звонил и в единую справочную службу. Так вот, мне там сказали, что в Кирове пока такого препарата нет. Хорошо, а если бы препарат этот был в аптеках, его может купить любой желающий? Нет, насколько мне известно, его может выписать только врач. И, насколько я знаю, он уже применяется в стационарах. Но в данном случае имеется в виду, что лечиться можно и дома, если болезнь протекает не в тяжелой форме. А вот стоит ли, тут мнения разнятся. В начале о противниках есть мнение, что эффективность препарата не доказана. Более того, как пишет блогер Илья Варламов, ссылаясь на вирусологов, препарат Фавипиравир, на его основе созданы новые лекарства. В свое время был зарегистрирован в Японии. Так вот, там от него отказались. В Японии сделали такое исследование в апреле-майе. И нашли, что он неэффективен. Я сегодня общался с экспертом тематической площадки здравоохранения Российского народного фронта Дмитрием Амутных. Так вот, он считает, что у наших ученых было время доработать препарат. Как показывают исследования, он на 15% эффективнее уже известных противовирусных препаратов. У нас в советских времен одна из самых лучших вирусологических и эпидемиологических школ. Если были какие-то наработки у японских, либо у каких-то других коллег, но они не смогли завершить начатое, то, безусловно, наши компании могли этим воспользоваться. Люди в интернете также говорят о многочисленных побочных эффектах вот этих препаратов. Мол, он категорически противопоказан беременным. Врач Дмитрия Амутных напоминает, что и многие другие противовирусные препараты также противопоказаны беременным. Кроме того, купить новые лекарства без рецепта, как я уже говорил, не получится. Правда, что делать, если пациентка не знала о своей беременности? Вот тут возникают вопросы. Ну, сейчас, наверное, один из главных вопросов – это все-таки цена. Насколько я знаю, 12 тысяч рублей стоит это лекарство. Да, все верно. И для многих этот фактор является определяющим. Тем более, что на лечение вроде как нужно две упаковки, а это уже 25 тысяч рублей. Но, как говорят все те же многочисленные эксперты из того лагеря, что за новый препарат. Не так уж это дорого для новационного лекарства от коронавируса. Тем более, что лечение в стационаре обходится государству от 40 до 200 тысяч рублей в сутки. Кировщане же пока не готовы тратить такие огромные деньги на лечение. Лечение в стационаре до того, допустим, таким дорогим, но, возможно, эффективным препаратом. Ну, все может быть. Все может быть. Я не знаю, насколько критична будет ситуация, насколько все это доступно для меня будет. То есть, это все так все в комплексе, поэтому не могу сказать. Ну, я получаю 15. На что жить? Пока еще не проверено, но все равно за 12 на всю семью – это нереальная цена. Нет. Почему? Цена или стоит? Ну, наверное, цена меня больше всего, потому что мой доход не позволит. Зачем это? Развод идет. Так что не надо такие. Не стал бы покупать даже. Ну, вот в Госдуме уже предложили раздавать эти новые препараты от коронавируса малоимущим бесплатно. Но напомню, в том случае, если их пропишет врач. Иначе купить их в аптеке не получится. Ну вот, была надежда. Дима, спасибо. Мы продолжаем.